Пищевые привычки детям прививаются в семье. Если ребенок привык к фастфуду, острой и жареной пищи, то не стоит удивляться, что еда в школьной столовой ему кажется пресной. Чтобы удостовериться, действительно ли вкусно и полезно, кормят юных горожан. Активисты проекта «Здоровое питание» сами пробуют школьную еду. Очень вкусно, на соль вполне достаточно, очень пышный. Вот знаете, как именно из детства. Сразу вспомнилось, когда я была маленькая в детском саду, вот нам все такое давали. Я вполне довольна. В средней школе номер 5 повара обновляют меню каждые полгода. Их разрабатывают на основе пожеланий детей. Из новшеств полный отказ от колбасных изделий. В этом году исключили полностью сосиски и колбасные изделия. И побольше внесли оленину и рыбу сиговых паров. То есть местное производство. Дети едят. Кому нравится, тот кушает. Но вы сами же понимаете, дети такие, так скажем, личности, которые, ну, немножко привередливые. Поэтому, ну, в целом, я считаю, что 60-70% детей кушает. Общественные контролеры приходят внезапно и могут проверить любой пищеблок. Здесь в кладовке повара кроме чистоты и порядка три правила. Продукция должна быть качественной. Соблюдены температурные режимы и товарное соседство. Срок годности до 11 января 2024 года. Все норма, все хорошо. Продукция хранится два года. То есть вот 27 августа 2022 года. То есть еще срок годности еще один год. Также на контроле общественников детские сады. В Березке малыши съедают все. Однако тут и подход другой. По пятницам дошколята сами выбирают, что будут кушать. И даже самостоятельно записывают свои пожелания. С помощью голосования выбирают, какое блюдо они будут себе заказывать. На пятницу. Поэтому у нас каждая пятница – это детское меню. Также дети самостоятельно записывают это меню. Затем разносят по группам. Предупреждают о том, что вот они сделали вот такое вот меню. Что потом должны будут прийти и спросить, вкусно было или не вкусно. Но у наших поваров всегда все вкусно, поверьте. Оценить качество питания детей могут и родители. В детских садах можно попробовать контрольное блюдо. А для мам и пап школьников периодически организуют потребительскую конференцию для родителей. Ближайшая – в ноябре. Там же можно будет и поделиться своим видением детского питания и ее организации. Все невозможно проверить, это понятно. Частично проверили, все соответствует. Сертификаты соответствия есть в наличии. То есть дата, срок годности, все соответствует. Детское питание в газовой столице здоровое, вкусное и безопасное. К таким выводам пришли активисты партийного проекта «Здоровое питание». В этом есть и заслуга общественников. Профилактические визиты в школы и детские сады помогают поварам держать марку. Алена Ядня, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульсевера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова